Добрый день, Марина. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые мои избиратели, рязанцы. Владимир Михайлович, на 9 сентября мы выберем депутатов Рязанской городской думы. Расскажите, как будут проходить выборы? Может быть, есть какие-то нововведения? На самом деле, единый день голосования мы уже с вами привыкли. Это второе воскресенье сентября, оно попадает на девятое. То есть, практически в начале самого месяца. Новшества, безусловно, есть. Они связаны, во-первых, с изменением законодательства. И законодательство мы привели в соответствии с федеральным. И ряд, в общем-то, моментов, которые связаны с улучшением положения дел кандидатов, которые, в общем-то, на наш взгляд, во всяком случае, полагаем, помогут им провести нормальную, хорошую избирательную кампанию. Если коротко, мазками, первое, это, безусловно, избирательный фонд увеличили. Сейчас кандидат избирательный фонд составил 2 миллиона, было всего полмиллиона. То есть, в общем-то, есть возможность собрать средства для проведения своей избирательной кампании. А фонд избирательной партии увеличился до 20 миллионов. И, более того, интересный момент связан с наполнением избирательного фонда. Были различные ограничения, особенно со стороны партии, какую часть он может отдать, перечислить кандидату. Сейчас политическая партия, которая выдвигает своего кандидата, имеет право полностью, 100%, в общем-то, наполнить избирательный фонд. То есть, на самом деле, это правильно. Партия выдвигает, и партия заботится о своем кандидате, в общем-то, перечисляет 100% денежных средств, чтобы он больше, в принципе, никому не обращался и работал от имени партии на благо партии и на благо наших избирателей. Вот этот момент, в общем-то, мы застряли. Есть еще момент, связанный с тем ограничением при регистрации. Возможно, были определенные риски, что его не зарегистрировали. Если внутримуниципальные группы, так есть такие, мы их количество, которое влияет на снятие с регистрации, уменьшили. То было у нас три четверти, и ниже уже все. Ну, условно, у нас 20 будет таких групп, меньше 15, и все. Можно уже снимать всю партию. Теперь только, если меньше половины, то есть меньше десяти, то есть девять. Поэтому риск, с точки зрения этого, тоже уменьшит. Это вот тоже в пользу политических партий, которые будут участвовать по единому избирательному округу. Вот такие новшества, которые внесли местные законодатели. Ну и все федеральные, которые у нас остались, они, в общем-то, коррелируются в наш закон местный. И тоже улучшают ту позицию, которую мы четко обозначали. Открытость, гласность и законность. Вот эти принципы, они придерживаются, и я думаю, что мы и дальше будем продолжать. Поэтому у нас, на самом деле, серьезная избирательная кампания 9 сентября. Это два городских округа. Это город Рязань и город Скопин. Ей будут выбираться представительные органы местного самоуправления. А также еще будут пройти почти более 200 избирательных кампаний по области. Выборы органы местного самоуправления, поселковых, а также главпоселений и городских поселений. Поэтому выборы будут у нас интересные. Ну и я хочу сказать, что, в общем-то, вот те инновации, которые мы с вами проходили в прошлом году, выбирая губернатора Рязанской области и выбирая президента Российской Федерации, вот в части применения так называемого мобильного избирателя, как мы называем, возможность голосовать по месту пребывания, по месту нахождения, в этот раз мы не можем это делать. Потому что эта норма распространяется так только на выборы федеральные. Ну и региональный уровень выборов губернатор и ЗАГС-собраний. В таких выборах мы уже не участвуем. Поэтому у нас старая система. И мы будем с вами, если кто-то не сможет проголосовать в день голосования, будет где-то находиться, он должен воспользоваться нашей нормой досрочного голосования. Она, в общем-то, у нас тоже привычная. То есть за 10 дней до дня голосования вы можете обратиться в территориальную комиссию. И за 4 дня, за 3 дня до дня голосования в участковую избирательную комиссию. И досрочно проголосовать. Открепительное удостоверение здесь не действует, я так понимаю. Да. Открепительное удостоверение у нас с вами, в общем-то, и действует только на уровне, опять, региональных выборов. Это в областную думу мы выбирали. И еще ранее в губернатор в 2012 году. Поэтому на местных выборах у нас открепительного удостоверения не было. Поэтому мы традиционно пользуемся досрочным голосованием. Поэтому система заявлений, она остается и будет основной. Более того, я просто хочу сказать, что сейчас идет очень интересная напряженная работа Центральной избирательной комиссии и нас, субъектовых комиссий, по улучшению. То есть мы там, в общем-то, делаем еще ряд, ну не мы, а я имею в виду Центральной избирательной комиссии, которая позволит нашим людям проголосовать там, как им удобнее. Но, к сожалению, вот пока, пока мы на местных выборах будем пользоваться старой системой. Но это только в перспективе. Но хотя бы вот наметить можно эту перспективу? Что будет, чего ожидать? Если в ближайшее время, я думаю, что 2-3 года, мы вообще перейдем на иную систему голосования. То есть помимо технических средств, которые, как вы видите, усиливаются, будет еще, в общем, принципиально новая схема для участия избирателей. То есть будут введены определенные, так называемые, электронные паспорта. Есть такая у нас идея. И человек, в общем-то, без уже каких-либо ограничений в любом месте воспользуется своим правом, активным правом проголосовать на том или ином уровне. Техническое состояние сегодняшних выборов, оно достаточно серьезно у нас. У нас будут применены в городе Рязани Каибы. У нас их 104. 100 Каибов мы расположим на избирательных участках. А всего у нас в городе Рязани 190. То есть практически больше половины, даже немножко. Ну а если по численности избирателей, потому что Каибы ставятся только на участки, где более 2000 человек, то есть это мы считали примерно где-то 70%. Они охватывают вообще всех избирателей Рязанского округа. А их у нас 412 тысяч. Поэтому где-то примерно 200 с чем-то тысяч избирателей будет охвачено вот этими техническими электронными устройствами, которые рязанцы, я думаю, уже оценили, особенно проживающие в городе Рязани. Да, и они вообще на самом деле удобные вещи. Человек, в общем-то, совершает действие. И затем избирательная комиссия получает готовый протокол, еще раз смотрит его, считывает и подписывает. То есть вот этот ручной труд, когда у нас в ночь работает участковая избирательная комиссия, конечно, очень желательно уменьшить протяженность. Ну и традиционно мы применять будем уже второй раз. Это подведение итогов путем, в общем-то, электронного изготовления протокола итогового с применением специального программного обеспечения QR-кодом, который также позволяет нам 100% сказать, что протокол создан или изготовлен законно. Вот эти два технических момента, они будут, и мы их будем использовать. Они принципиально важны, наверное, как для избирателей более удобной, так и для избирательной комиссии, и счетной комиссии. Да, согласен. Более того, на самом деле, они, особенно для участковых избирательных комиссий, это большое, конечно, подспорье, потому что, сами знаете, в 2-3 часа ночи, когда, ну и целый же день избирательная комиссия работает, условно, с 7 утра до 8 вечера, как бы в напряжении достаточно. А потом начинается еще более серьезный этап, когда подсчет голоса. Вы, журналисты, знаете, участвуете. Поэтому, когда изготовляется вот таким образом протокол, особенно на КАИБе, это вообще, можно сказать, облегчение великое. Центральная избирательная комиссия настроена на то, чтобы все-таки техническую сторону взять максимально. Владимир Михайлович, ну, наверное, какие-то нарушения в вашей практике встречались? Вот какие встречаются, с какими удается бороться? Конечно, нарушения есть. Нарушения есть, это связаны они с невнимательностью, с определенным недопущением там отдельных моментов, которые четко регламентируют. Поэтому, я думаю, что главное в нашей задаче минимизировать вот эти нарушения, это встречное движение наблюдателей и нашей комиссии. То есть, наблюдатель должен не просто желать подкараулить и потом, в общем-то, объяснить, что здесь было нарушение, а совершить превентивное действие. Это вот самое главное. И мы проводим и учебу с наблюдателями одновременно, обучая своих. И когда вот такое встречное движение, практически серьезных нарушений за этот период у нас не было, вот за три вот таких больших компаний. Но отдельные нарушения были, потому что невнимательность, например, в выдаче бюллетеня, считывание данных, нарушение порядок самих подсчетных результатов, он достаточно сложный, там поднять, опустить, показать в разные стороны. Ну, кто-то забывает, кто-то еще. Характерно, большинство нарушений, это, в общем-то, связано с предвыборной индиционной деятельностью, уже со стороны вот кандидатов, и прочее, пользование предвыборной индиционной деятельностью, надо тоже внимательно выполнять все требования законно, законно. Он прописан, и вот этого несоблюдения, порой, в общем-то, мы получаем нарушение. Поэтому вот я хотел бы просто предупредить, как бы вот кандидатов, особенно, которые будут участвовать в выборах. А избирательная комиссия, и избирательная комиссия Рязанской области особенно, она регулярно, перед началом, мы проводим определенные семинары, проводим определенную учебу. Поэтому, да и по всем вопросам, которые у них возникают, мы готовы, в общем-то, подсказать, предупредить все материалы, которые необходимы для, вот, например, регистрации кандидата, мы, в общем-то, вывешиваем на своем сайте все документы, которые необходимы кандидату, вы можете там посмотреть, образцы есть, и они, в общем-то, так называемые электронные варианты есть. То есть, в принципе, ошибка при регистрации кандидата мы считаем минимальной, если он четко выполнит наши рекомендации, которые есть. Владимир Михайлович, нам еще предстоит выбрать депутатов в областную думу. Скажите, в каких районах пройдут выборы и как они тоже будут проходить? Да, у нас будет небольшой эпизод. У нас открылся мажоритарный округ. Это номер 10, номер 10 избирательного округа. Он состоит из Сараевского, Шацкого, Очучковского и Петелинского районов. То есть, если так географически, представить северно-юг такой вытянутый. Численность этого округа 45 тысяч. Организующая комиссия будет наша. Ну и, в общем-то, будет организовывать по месту это Шацкая территориальная избирательная комиссия. Там будет выбираться депутат областной думы. Предварительно, я хочу сказать, уже ряд партий заинтересованы с точки зрения участия. Я знаю, что проводилась внутрипартийная работа на виде предварительного голосования. Там, я думаю, тоже будет интересная работа. Более того, я хочу сказать, что кроме вот этого будут у нас еще выборы по вновь образованных муниципальных образованиям. То есть, идет тенденция объединения, укропнения муниципальных образований на уровне сельских поселений. Вот таких у нас тоже будет четыре компании. Это в Михайловском районе и в Шиловском районе. Вот здесь избирательная комиссия Рязанской области будет выступать как организующая. Денежные средства выделены. Все необходимые нормативные документы имеются в место. И мы, в общем-то, готовы провести эту кампанию тоже 9 сентября. Желаем вам удачи вот в этой избирательной кампании, которая предстоит. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова